Под Новый год случаются и высокотехнологичные чудеса. В 33-м Ивановском лицею официально запустили новую систему оплаты школьных обедов. Для покупки в столовой теперь не нужны ни наличные, ни даже карты. Чтобы получить свой обед, школьнику достаточно приложить ладошку к специальному терминалу. Система ладошки основана на биометрической технологии. Мы получаем фотоизображение рисунка капилляров ладони в инфракрасном спектре. Система абсолютно безопасна. Биометрический рисунок преобразуется с помощью методов сложного шифрования в математический сложный код. И таким образом при считывании, при осуществлении транзакции система сравнивает, существует ли такой математический код в системе. Если успешно, то происходит транзакция оплаты питания. Наличные можно потратить не по назначению. Карты ученики нередко теряли. Другое дело средства оплаты, которые в прямом смысле всегда под рукой. Родителям новшество тоже существенно облегчит жизнь. Первое. Они имеют возможность в личном кабинете посмотреть, что ребенок получил, какое питание получил в школе. Или он сухомятку съел, булочку, или он получил полноценный завтрак или обед. Это первое. Второе. Родители, у которых двое или трое детей, они отмечали, что им это очень удобно. Вечером сел за компьютер, кнопочку нажал и не переживают, что денежки поступили и ребята получат горячее питание в школе. Система проста, понятна и интересна. Но поначалу, конечно, сотрудники столовой будут ребятам помогать. Предусмотрена и коллективная оплата. Для самых маленьких обеды будут приобретать классные руководители. Учитель подносит ладошку и нажимает кнопочку «Оплатить за класс». Теперь нужно выбрать тех учеников, которые отсутствуют сегодня в школе, для того, чтобы с них не произошло списание. После того, как дети отмечены, учитель нажимает кнопочку «Оплатить». И мы видим чек с количеством учеников. Уже в первом квартале 2017 года биометрическую технологию оплаты планируют внедрить еще в нескольких городских школах, а также в образовательных учреждениях районных центров. Ладошкой оплатить обед в следующем году смогут уже более 5000 школьников Ивановской области. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.